Если представить Божий мир дома, то выдуманная людьми игрушечная смерть как бы обитала в подвале, который все-таки был частью дома, построенного Богом. Под фундаментом находился котлован и вырвел его Николай, отец нынешнего отца, неизвестный, пропятый дед, который умер еще до рождения сына. В этой могиле из-за памятных до Божьих времен обитало вдругное вещество первосмертия, и над ней не было власти даже по Богу. Нет в языке таких слуг, чтобы описать, что за надругательность на человеком творилась в той загадебной кромешной черноте и не единого светлого атома. Федор сразу и навеки понял, что все умрут, и он, Федор, тоже умрёт. А это самое худшее, что будет случиться. Кубики с разноцветными буквами на деревянной гране сообщили Федорову чудовищную тему, как это расслужило. Буквы сложили безначальное слово, и слово сказалось, и было на правдой о смерти. Ни один взрослым не выдержал бы груз подобного откровения. Федор превозмог себя, быстро, лишь иногда срывался и плакал, и никто не мог его унять, ни мать, ни бабушку, ни врачи с ветроманящими лекарствами. Человеческая жизнь упоминала бег по минному полю. Если вообразить себе такое поле, где мины заложены не только в землю, но и в облака, в жуков, в морж, в кузнече, в стебле трав, в воздушный шорох, в туман, в звон далёкой колокольной. Повсюду во множестве имели специальные ловушки, и хотя не все они были сразу гибельны, но каждая так или иначе приближала к кончению. За ловушками наблюдали твари. Фёдор узнал о них из молитв, которую она читала бабушка, просившую беречь её от гри и мысленного волка. Сам Фёдор никогда не видел тварей, но очень чётко их представлял. Можно было засеваться и не заметить, как мысленный волк пожрал прежнее значение предмета. Адля заразила смертным греньем и превратила в падаль, который и есть грех. Но если человек полон греховной падами, он умирает. А тем и отличался Фёдор от остальных людей, что научился создавать ритуалы противоядия, действия, подкрепленные коротенькой самодельной молитвой, текст которой подсказывали кубики. Чтобы безопасно выйти из квартиры на лестничный клетку, следует пять раз погладить её на ручку и сказать «Спят усталые». Если появится посторонний дядька или старуха с буддельем, следует пять раз вернуться в квартиру и забежать на лестничный клеток. Он выходил во двор. Вначале он ещё позволял себе выглядывать в окно, а вскоре наседа задвинул шторы, чтобы ограничить приток образа. Твари не дремали. Волк изловчился и пожрал смысл хлеба и воды, последние крохи скутно пищевой рациона Фёдора. Адля сразу обратила их в падаль. Наступил роковой миг, и Фёдор не смог дотянуться до кубиков. Мысленные волки Тля терпеливо ждали добычи. Над Павелем недонозный кламм. В отчине Фёдорова скрывается великое поражение веросмертно. Потому что она не имеет права на Фёдорова. В нём единственную из когда-либо живших совершенно нетрубного вещества падания, но есть безначальное слово. И лишь только Фёдору испустит дух, в чёрной небытии раскинется пространство новой, принципиально иной области смерти. Она как сетка будет натянута над прежней и уловит каждого без исключения, а для неё всякий живущий умрёт в Фёдоровской смерти. Точно неизвестно, какой именно она будет. Но даже если мы воскреснем в ней обычными кубиками с прописными буквами на деревянной грани, то, по крайней мере, уже никто и никогда не достанет нас, не потревожит и обезумевший дед, и отец, и мысленный волк, и тля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok